Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru. Более 740 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Всем привет! Наконец-то начался на канале рабочий процесс. Посылки пошли одна за другой. И вот у меня здесь находится в этой посылке сразу два смартфона. Здесь находятся ZOOC Z2, не Pro, и Meizu M3S Mini. Не знаю, с какой начнем. Начнем, наверное, пожалуй, с малого. Начнем с Meizu. Заказывал я это все дело на Алиэкспрессе. Дошла мне посылка буквально дней за 19, по-моему, если я не ошибаюсь. И брал я у Эрика Янга. Довольно неплохой, кстати, магазин. Попросил отправить мне посылки, пожалуйста, не вскрытые, не проверенные, не прошитые. И, короче, вот Meizu M3S и вот ZOOC Z2. Все запечатано, все прям как я просил. И два переходничка на каждый смартфон. Такие человеческие переходнички. Не как воже топ-1, такие гигантские плямбы. Все, из подарочков ничего больше не положили. Хотя обещали вроде бы даже пленки на экран. Еще какая-то хрень, короче. Но не важно. Вот. Meizu M3S. Красавец. Смартфон. Ультрабюджетник. С учетом накрутки перекупщиков он уже не становится таким ультрабюджетником. Скорее, просто бюджетником. Но, тем не менее, для компании это не сильно дорогой смартфон. Не прошитый. Кстати, если вы хотите, чтобы вам продавцы посылали точно так же, как и мне, в закрытой упаковке, непроверенной. На заводе же все равно проверяют эти смартфоны. То пишите при заказе фразу «Please send me a Xiaomi LED box». На экране вы видите, как это называется правильно. Meizu M3S это основной конкурент для Redmi 3S. Тоже с неплохими техническими характеристиками. Но уже от другого китайского производителя, как вы могли догадаться, от Xiaomi. Я специально взял себе посмотреть в сером цвете его. Потому что у меня был до этого Meizu M3 Mini, не S, который для китайского рынка. И он был в белом исполнении, и он был глянцевым. Теперь я захотел посмотреть, что же из себя представляет черный Meizu M3 S. Смотрится гораздо круче, честно говоря. И он в металле. Это не пластик уже. Но металл такой, знаете, больше напоминающий жестянку. Такое что-то непремиальное. Но, тем не менее, это металл. Ну, пока включается, посмотрим с вами комплектацию. В комплекте помимо смартфона лежит... Ух ты! Смотрите, это при чем? Смотрите, заводская комплектация. Чехольчик от самого производителя. Голубого цвета. Фирменный. Все. Ништяк. Вот это крутизна. Meizu все дела. Все написано, короче. Так что, вот это круто. Инструкция полностью на китайском языке. И в комплект еще входит на экранное специальное покрытие. Тоже фирменное. Смотрите, как оно себе необычно выглядит. Сверху и снизу черные рамки. Здесь отверстие прям дыркой такой для подэкранной кнопки. И точно такие же отверстия для датчиков и фронтальной камеры. Да, ну, крутое покрытие для стекла. Ничего не говорю. Что еще есть в комплекте? Какие-то наклеечки Meizu. Тряпочка для того, чтобы растирать потом наклеенную пленочку. Зарядное устройство с выходом. 5 вольт, 1,5 ампера. Маловато, конечно, но тоже сойдет. И USB кабель. Не Type-C, обычный USB-шник. Ну и, само собой, иголка для открытия. Лотка для сим-карт выполнена в таком стиле облачко Flyme. Первый запуск. Из языков доступны только три китайских и один английский. То есть аппарат работает на китайской версии прошивки. Точно такие же есть аппараты, но уже на международной, на глобальной прошивке. Если вы хотите, чтобы продавец вам прошил, продавец может прошить, и у вас уже сразу из коробки будет русский язык. Если же вы более-менее сечете фишку, сечете тему, умеете прошивать смартфоны, то это для вас вообще не станет никакой проблемой. Вы можете купить в Китае китайский смартфон, самостоятельно прошить его своими руками на глобальную прошивку, и у вас будет глобальный смартфон международный, только по цене Китая. Вообще круто. И именно этот путь я для себя и избрал. Мне кажется, это более логичное решение, чем покупать у нас в магазинах те же самые смартфоны, только за более высокую цену. Процессор MT6750 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Восьмиядерный, 64-битный. Видеоускоритель Mali-T860 MP2 двухъядерный. 2 ГБ оперативки, 16 по стоянке с возможностью расширения до 128 ГБ. Аккумуляторная батарея на 3020 мАч, без возможности быстрой зарядки. Штатный зарядник выдает только 1,5 А, 5 Вольт. Основная камера 13 Мп с апертурой f2.2 и фронталка 5 Мп, по-моему, с такой же апертурой. Могу ошибаться, поправьте меня в комментариях. Теперь по внешнему виду давайте немного пройдемся. Задняя крышка, само собой, металл. Сборка, кстати. Угу, ничего такая. Немного позвякивают кнопки регулировки громкости и кнопка питания, но это не критично, тем более за такую цену смартфон. Экран 5-дюймовый IPS, по яркости не сильно яркий, но вполне себе. Углы обзора ничего такие, хорошие вполне себе. Тач распознает до 10 одновременных касаний, кстати, довольно чувствительный. Под экраном расположена сенсорная кнопка, она же назад, она же домой, она же вызов ассистента, либо блокировка экрана, и она же сканер отпечатков пальцев. С правой стороны качель регулировки громкости и кнопка блокировки, с левой стороны лоток для сдвоенных сим-карт формата nano, но тут надо выбирать либо две симки, либо одна симка плюс microSD карточка. На задней стороне основная камера, под камерой двойная светодиодная вспышка разных тонов, одна белее, другая желтее, логотип Meizu, и две пластиковые вставки, в которые встроены антенны для приема сигнала. На нижней стороне расположена сетка внешнего динамика в стиле iPhone 6, как вы любите это говорить, и microUSB для зарядки и синхронизации. Сверху разъем 3.5 для подключения наушников и различных гарнитур. И, пожалуй, все, так что давайте посмотрим, как снимать его камеры и подведем кое-какие первые выводы, первые итоги. Проверка звукозаписи и записи видео смартфона Meizu M3s mini. Вот такой вот аппаратчик у меня стоит, меня снимает. Что могу сказать? Ну, пофоткал только что недавно, посмотрел. В принципе, нечеток, пойдет, вполне себе. Ну, конечно, есть камеры получше, но для своего ценника смартфон снимает вполне нечеток. Хотя больших отличий от Meizu M3 mini, который для китайской, для Китая вообще ничем не отличается, как мне кажется. И такой же тест записи на фронтальную камеру. Смартфон Meizu M3s. Mini это мы и сами, конечно, добавляем. Вообще, производитель никаких мини никуда, ни о чем не говорил вообще, что у него есть мини в названии. Но это мы так просто, чтобы более-менее ориентироваться можно было. Кстати, я же про прошивку вам ничего не сказал. Работает смартфон под управлением Android 5.1. Версия Flyme 5.1.5a. Это версия для китайского рынка. Само собой, для обзора я прошиваю его на глобалку. И, возможно, даже в группе выложу какой-нибудь способ, как это сделать. Так что обязательно вступите в группу, чтобы это, не дай бог, не пропустить. И подписывайтесь, кстати, на Инстаграм, куда я буду выкладывать фотки с данного устройства. Вот. И теперь по итогам. Что можно сказать? Смартфон приятный. Да, не ожидаешь от подобного ценового сегмента что-нибудь такого приятного устройства. В принципе, даже если у него будут какие-то косяки, какие-то проблемы, ему можно будет что-то простить за внешний вид, а что-то за его цену. Смартфон пока нравится. Пока я понимаю, за что я отдал деньги. И пока я понимаю, что я в итоге получил. В полном обзоре, конечно же, покажу полные тесты. Возможно, даже сравню с чем-нибудь в последующем. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы всего этого богатства не пропустить. Поставьте оценку этому видео. И, конечно же, пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops.ru. Мне до сих пор пишут, а это развод. Нет, это не развод. Это на самом деле люди вам деньги возвращают. Я же хочу как лучше, а вы ходите и шкните. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok